Норма овощей по нитратам Поэтому, заключают исследователи, мы поддерживаем диету с высоким содержанием нитратов для лечения гипертонии, предгипертонии и для защиты людей, подверженных риску неблагоприятных сосудистых происшествий, таких как сердечные приступы. Итак, если вы хотите попробовать это дома, либо чтобы улучшить свои спортивные результаты, или защитить себя от сердечно-сосудистых заболеваний, какие продукты являются лучшими источниками? Как вы думаете, это бобовые, луковичные овощи, чеснок и лук, плодоносящие овощи, баклажаны, кабачки, помидоры, зеленые листья, грибы, корнеплоды, морковь, свекла, картофель, или стеблевые овощи, спаржа и сельдерей? В миллиграммах на 100 грамм порции зеленые побеждают. Вот десятка широко доступных источников. Со всеми этими разговорами о свекольном соке можно подумать, что свекла может быть номером один, но она едва попала в первую десятку. В швейцарском Монгольде больше. Затем идет салат из дубовых листьев. Затем свекольная зелень. Базилик. Весенняя зелень. Такая как смесь мисклуна. Листовой салат латук. Кинза. Ревень. И руккола. Также известная как латук. Свекольный сок действительно может быть здесь, но мы всегда хотим выбирать цельные продукты для максимального усвоения. Как видите, на самом деле был один стеблевой овощ. И даже попал на второе место. Ревень. Но 81-й десятки это зеленые листовые. Причем победителем с большим отрывом стала руккола. В 18 раз больше нитратов, чем в капусте. У меня появился новый любимый овощ. 10 лет назад пара близнецов карвардских исследований показали, что чем больше фруктов и овощей вы едите, тем ниже риск сердечных заболеваний. Самый мощный защитник это зеленые листовые овощи. И теперь, возможно, мы знаем почему. Субтитры создавал DimaTorzok